Сегодня проходит важнейшее для Узбекистана событие. Выборы главы государства. Свою активную гражданскую позицию в данном важном политическом процессе проявляют и самаркандцы. А надо сказать, что в Самаркандской области для голосования всего создано 1112 избирательных участков. Правом голоса обладает 2 миллиона 94 183 голосующих. Сейчас мы находимся на 163 избирательном участке. Он расположился на базе 71 общего образовательной школы города Самарканда. Мне бы хотелось более подробнее узнать о ходе голосования. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Надира Шарипова. Я являюсь наблюдателем. Как вообще проходит процесс голосования? Насколько активны наши самаркандцы? С того момента, когда выборы только начались, мы не обнаружили, не наблюдаем ни за одним нарушением. Все было, все сделано для того, чтобы избиратели свободно проявляли свою волю. А сколько всего избирателей зарегистрировано на данном избирательном участке и до этого момента сколько всего проголосовало? На данном избирательном участке около 1900 участников избирателей. Из них большая часть уже проголосовала. Больше тысячи человек уже успело проголосовать. Большое спасибо вам за интервью. Мы продолжим. И надо сказать, что очень важный момент, что многие избирательные участки оборудованы камерами видеонаблюдения. За ходом голосования можно следить в онлайн режиме и таких избирательных участков по всему Самарканду 32. Пришли голосовать за нашу Родину, чтобы спокойно было. Настрение отличное, праздничное, как всегда. А условия какие? Условия хорошие очень, очень хорошие. Все нормально объясняется, все хорошо, прекрасно все помоется. Мирно все, дружно все, процветает все хорошо. За все хорошего, чтобы еще лучше было. Здравствуйте, вначале представьтесь, как вас зовут? Ибрагим Вадильбар Акрамовна. Я видела только, что вы проголосовали. Каково ваше впечатление, настроение? Ну, настроение праздничное, хорошее. В нашей стране такие изменения. Вы живете в Узбекистане, да? За что вы проголосовали? Я за наше будущее, за наши хорошие, за наших детей. Ну, за все, чтобы у нас притчетало, еще было лучше. В Самарканде из общего количества избирателей 760 молодых ребят. Голосует впервые рядом со мной, Табек Аблукасимов. Ему 18 лет, он только что проголосовал. И хотелось бы узнать, каковы его чувства, насколько он волнуется. Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. Саламу алейкум. Благодарю вас. Я очень рада, что вы получили. Потому что я очень рада, что я очень рада. Я очень рада, что я очень рада. И я очень рада. И я очень рада. Я очень рада. Я очень рада. Большое спасибо. И будем надеяться, что ваш голос также привнесет свой вклад в развитие нашей республики, нашего общества. В последние годы в нашем государстве, в области образования, произошли колоссальные изменения. Это можно увидеть и на примере данной школы, где расположен избирательный участок. Несколько лет назад данное учебное заведение было полностью перестроено, отреконструировано. И хотелось бы о преобразованиях в учебном заведении спросить у Зарихумор Хамиджановой. Она работает учителем биологии. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, какие нововведения произошли в школе в последние годы? Вот недавно нашу школу перестроили. В этой школе созданы все условия для того, чтобы учителя работали над собой и дали качественные знания для учеников, для нашей Родины. Все условия есть. И учителя работают с настроением. Все нормально. Согласно обновленной конституции, статус учителей и педагогов повыше. Ваше мнение по этому? Мы очень рады такому изменению, потому что статус учителя очень повышен. И учителя, это очень заметно нам. И среди родителей, среди общества, среди учеников совсем другое отношение и к знаниям, и учителя. Необходимо сказать, что процесс голосования в Самарканде проходит открыто, прозрачно, в соответствии с национальным законодательством. За ходом голосования в Самарканде наблюдают свыше 100 международных экспертов и наблюдателей. Процесс голосования в Самарканде, как и по всему Узбекистану, продлится до 20.00.